Итак, парни, небольшая предыстория к этому видео. У меня был хороший понедельник, но затем вся неделя пошла на нет. Вторник, среда, четверг, мы ничего не успевали. Товар застрял где-то по пути, у нас срываются сроки. Люди в нашей команде не понимают, что происходит. Один парень сказал мне, Антонио, нам надо поговорить, потому что я чувствую, что эта неделя была просто ни о чем. Все цели, которые мы поставили, ничего не получилось реализовать. И я реально в прострации. И я знаю, что и вы тоже испытывали похожие ощущения. Последние пару месяцев были не очень. Вы работаете, вы стараетесь достичь результатов, но вы не ощущаете, что что-то движется с места. Вы перегружены и даже не знаете с чего начать. Поэтому данное видео это будут практические советы, как я использую все знания и весь опыт, почерпанный мною из сотен книг за последние 10 лет и моего опыта управления. Что я делаю, когда чувствую себя перегруженным, когда я выполняю сотню дел, но не чувствую прогресса? Первым делом, что я делаю? Так это признаюсь себе, что я полный отстой в управлении временем и решении задач. У меня бывают плохие дни. Мы загоняем себя в такие рамки и я реально плох в этом. Я перфекционист. И самое худшее это то, что я ожидаю этого от всех. Начиная от своих детей, моей жены, людей в моей команде. Иногда даже от своих друзей. Потом я сажусь за руль и понимаю, что люди не идеальны. Ты не идеален. И когда ты это принимаешь, ты понимаешь, что сам выстраиваешь свой путь. Еще 10 лет назад я прочел в одной книге о методе слона и наездника. Книга называлась «Надж. Архитектура выбора». Суть в том, что все эмоции, страхи, переживания – это большой слон. А ваше сознание – это маленький наездник, который старается управлять этим слоном. Представьте себе теперь, что этому наезднику надо управлять диким слоном. Он точно не станет слушать наездника, а просто будет идти куда захочет. Им будут управлять страхи. Те же самые эмоции управляют и нами. Но когда вы поймете, что слона можно тренировать, указывать ему путь, чтобы он шел по этому пути, конечно, не каждый раз, но большую часть времени, вы заметите, что у вас начинает получаться управлять. Так я поступаю каждый раз. Я стараюсь держать в порядке свое рабочее место, я стараюсь налаживать свою личную жизнь, чтобы путь направлялся в сторону продуктивности, в сторону понимания, что для меня важно, какие приоритеты расставлять и создавать возможность для достижения целей. Один из инструментов, которые я использую, называется Momentum. Есть вроде бесплатная версия, но свою я купил. Получается, у меня есть такой список дел, в нем я пишу и личные задачи, и по бизнесу. Мне нравится, что на экране показывается время, можно написать цитату. В целом приятный начальный экран вместо новостей, которые у меня были раньше. Проблема новостей в том, что ты встаешь на путь, который тебе не нужен, который отвлекает тебя от дел. Далее наверху у меня находятся закладки. И я слежу за тем, чтобы все эти закладки были связаны с работой и моим саморазвитием. Первая закладка – это VitaMan, моя компания. Я слежу за всем, проверяю сайт, смотрю, что с заявками по магазину. Далее моя главная таблица с делами. Я использую просто Google таблицы, и в них я заношу все свои мысли, цели и планы. Я не смотрю в нее постоянно, но она у меня всегда под рукой, и я могу открыть ее в один клик. Еще у меня есть другие таблицы, которыми могут управлять я и люди из моей команды. У нас есть таблица с планом публикации. У нас также есть таблица, что мы будем публиковать на RMRS. Затем у меня идут инструменты и программы, которые мне нужны для управления компанией. Закладки с курсами, самообразованием. Они там закреплены как постоянная напоминалка о том, что мне необходимо продолжать учиться новому, чтобы руководить своим каналом, изучать маркетинговые фишки, бизнес-курсы. Все они выстраивают мой путь через продуктивность. Но при этом я убрал новости и все остальное, что могло бы отвлекать меня на рабочем месте. Суть в том, что мы знаем слишком много, мы прочли много книг. Вся эта информация, которая у нас есть, есть в теории. Все это создает большой разрыв между тем, что мы знаем и тем, что нам необходимо сделать. И именно поэтому мы себя ощущаем в фрустрации, потому что когда бы вы не начали что-либо делать, вы все равно не сможете это закончить. Именно поэтому я бы хотел с вами обсудить разницу между экшн-целями и результативными целями. Экшн-цель это когда вы ее создаете. Она позволяет вам что-то контролировать. Например, вы ставите цель пробежать километр. Разница между экшн-целью и результативной целью вот в чем. Скажем, я хочу сбросить 5 килограмм. Но они выглядят очень идентичными. Вы можете даже сказать, что если постоянно бегать, вы потеряете 5 килограмм тоже. Тут возникает проблема, что многие в основном ориентированы на результативные цели. И это часто ведет к тому, что вы испытываете огорчение из-за того, что у вас не получается достичь цели сбросить эти 5 килограмм. Или наоборот, вы пошли в зал потягать железо и вы набрали эти 5 килограмм. Но это мышцы и вы привели себя в форму. Идея в том, что экшн-цели намного проще контролировать, чем результативные цели. Поэтому старайтесь следить за тем, что, когда вы составляете список дел, которые вы хотите совершить, сфокусируйтесь на действиях, а не на результатах. Это важно. Как только вы это поймете, то вам станет намного проще выстраивать смарт-цели, состоящие из действий, а не результатов, которые я не могу полностью контролировать. В этот момент вы начнете себя ощущать более целостным потому, что самые крутые дни, это когда ты проходишься по списку дел и понимаешь, что ты успел сделать все. Смарт-цели, вы раньше слышали о них? Смарт-цели, они конкретны, они измеримы, они достижимы, они релевантны или реалистичны и они ограничены во времени. Конкретные вы обязаны детализировать, выйти и пробежать километр. Да, это конкретно, но я мог бы быть еще более конкретным, назначив время и записав календарь. И самый топчик иметь договоренность с ответственным лицом. Все это делает вашу цель конкретной, измеримой. Это расстояние, она достижима. Я бегал по пересеченной местности, и я точно смогу пробежать километр. Вот 10 километров уже может быть под вопросом, потому что я так давно не бегал, но это все равно было бы возможно сделать. Но будет ли она реалистичной? Нет, потому что у меня уже не так много времени на такие большие дистанции, ну, лично для меня. Будет ли она ограничена по времени? Всегда надо устанавливать временные лимиты. Давайте я вам покажу свой календарь. Вот это все встречи с моей командой. Четыре дня в неделю. Я освободил пятницу и оставил свободными выходные. Время, которое я провожу с семьей. При этом я стараюсь организовать свои встречи в двух-трехчасовые окна. В среду я встречаюсь с одним человеком, мы будем обсуждать YouTube. Я сейчас работаю над тем, чтобы сделать лучший свой канал. Но большая часть это встречи с моей командой. И там я стараюсь объединять встречи и обсуждать с сотрудниками то, на чем мы работаем сейчас. Это основное. Да, не моя команда, но это ответственность. К тому же это не очень долгие встречи. Я стараюсь делать встречи на 15 минут или меньше. Если я умудряюсь закончить встречи за 3 минуты, это бинго, я выиграл. Раньше мы собирались на целый час, затем мы сократили встречу до 30 минут, позже до 15. Сейчас иногда мы успеваем все сделать за 10 минут. Давайте поговорим о расстановке приоритетов. Это следующий ключевой момент. Вы не можете закончить все за одну неделю. Вы не можете делать все. Но что вы можете делать всего одну задачу? Серьезно, делайте только ее. Но пусть это будет что-то очень-очень важное. Разбейте ее на микрозадачи. Потому что если это не смарт цель, и при этом она большая, на нее уйдет целый месяц, то конечно вы будете расстроены в конце дня, потому что вы продвинулись по цели совсем чуть-чуть. Но когда вы разбиваете большую цель на маленькие задачи, для меня это задачи, на выполнение которых уйдет меньше часа. Разрешите вам показать, что я сделал сегодня, благодаря чему я чувствую себя очень хорошо. Я хотел снять видео о том, как выглядеть моложе. Я также хотел снять видео с благодарностью для канала. Бум, готово. А также хотел провести опрос для этого благодарственного видео. У меня это заняло 3 минуты. Это замечательное ощущение вычеркивает задачи из списка. Поэтому обязательно берите большие цели и дробите их на маленькие задачи, используя метод смарт целей. Когда приходит момент расставлять приоритеты, то раньше вы могли слышать от меня про матрицу приоритетов. Вот моя. Я ее сделал специально, чтобы я мог с ней работать. Я стараюсь ничего не заносить в квадрат неважных, но срочных дел. Как и в квадрат неважных и несрочных дел. Но я оставляю их там как напоминалки, что если кто-то случайно мне присылает письма, при этом я не знаю человека, который рассказывает мне неактуальные идеи для моей компании, все это еще может занять полчаса или час времени. А такое происходит постоянно. Это все вот тут внизу. А вот тут находятся важные дела, которые надо делать сейчас или важные дела, которые не срочные. Но они нужны для развития моей компании. Рядом находится мой список задач на день, которые я стараюсь не забивать. Повторюсь, намного лучше завершить одну конкретную задачу, чем выписать все цели и ничего при этом не сделать. Просто начинается фрустрация. Если вы смотрите это видео, то вы можете сказать, Антонио, это все хорошо, но вот в чем дело, это конец рабочего дня. А я даже гвоздя не забил, как твое видео может мне помочь? Повторюсь, фокусируйтесь всего на одной задаче. Можете ли вы настроить себя на завтрашний успех? Уже что-то. Можете убрать свое рабочее место? Это всего 5 минут. Протрите его, создайте приятное рабочее место, на которое хочется прийти на следующий день. Можете ли вы пройтись по списку и сказать, хорошо, мне надо сделать 20 дел, реально же я не смогу завершить 18 из них? Тогда просто переместите их на следующий день или раскидайте по календарю, мне это очень нравится делать, и сфокусируйтесь на этих двух задачах, которые вы можете реализовать сегодня. Ну, или, может, всего одна задача. Одна задача, которую можно разбить на несколько частей, и просто сконцентрируйтесь на этом. Просто очистите свою голову. Говоря про чистки мозгов, отправляйтесь на пробежку, идите погулять. А вот чего не стоит делать, так это глупостей. Например, отправлять лишние письма или делать что-то о чем можно сожалеть. Кстати, говоря о самонастройке на успех, если вы начнете заниматься раньше, если вы сможете успеть все сделать до обеда, до часа или двух дня, сделайте себе выходной. Зачем это делать? Потому что вы будете себя лучше чувствовать на следующий день. Не стоит работать до изнеможения. Люди постоянно пытаются что-то сделать. Они гордятся тем, что они работают с 6 утра до 6 вечера, загружая себя по полной. Но вы так выгорите, наше тело вообще не приспособлено к этому. Поэтому, закончив дела пораньше, у вас появляется время отдохнуть, заняться делами, которые вам надо выполнить, чтобы вы начали чувствовать себя лучше на следующий день. Я уверен, что я о чем-то забыл, а также знаю, что у вас есть свое мнение, поэтому пишите в комментариях, что я упустил и что нужно добавить. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok